Игроделы, привет! И в сегодняшнем видео мы с вами будем делать спаун декалей от наших выстрелов. Соответственно, может звучит сложно, давайте я вам покажу. Соответственно, смотрите, я стреляю, и мы видим, что появляется такая вот кровь. Давайте еще так вот. Вот таким вот образом это у нас будет работать. Урок несложный, даже если вы на это видео попали не в рамках цикла видео по стрельбе, а просто как-то вы там отдельно нашли это видео, хотите что-то такое сделать, а тут ничего сложного абсолютно нет. Давайте с вами приступать, но прежде подписывайтесь на канал. Итак, в первую очередь вам нужно импортировать декали крови. Соответственно, вот эти вот декали, они у меня уже загружены. Я надеюсь, что на этом этапе, если вы до сюда дошли, вы уже научились мигрировать какие-то ассеты, загружать их в проект и так далее. Ну, соответственно, у меня вот называется таким образом. Я оставлю в моем закрытом телеграм-чате ссылку на вот эти вот материалы, которые мы будем использовать. Вы можете использовать свои вообще без проблем. Вот, ничего как бы страшного в этом не будет. Итак, теперь смотрите, мы переходим с вами в блюпринт нашей пули. Давайте ищем, где у нас здесь. Так, получается сюда, BP Bullet. После этого переходим с вами обратно в Event Graph. Это то, что мы в прошлом видео с вами делали, да, тут все сколлапсили в одну ноду. Давайте мы вот это вот дело вот сюда вот подвинем. Здесь после этого пропишем здесь Sequence. Дальше вот это Control делаем вот сюда. И давайте с вами создадим новую функцию. У нас все это будет работать через функцию. Поэтому, потому что у нас так, как вы видите, проект довольно грязный. В идеале, конечно же, все по папкам раскидать. Вот, что я, наверное, потом как-нибудь сделаю в отдельном видео. Таким вот, когда мы будем баги все исправлять, которые у нас будут, я, наверное, по папкам все это и раскидаю. Итак, теперь смотрите, да, функцию нажимаем вот сюда. И пусть функция у нас будет называться Blood on Wall, да, ну, что-то такое. И принимать она у нас будет, нажимаем вот сюда, принимать она у нас будет вектор. И давайте назовем это Hit Location. После этого, переходя в Event Graph, достаем вот эту функцию Hit Location. И вот здесь вот, смотрите, вот отсюда вот из Event Hit мы тянем это вот сюда. Это подаем здесь. Давайте двойным щелчком все более-менее так оформим как-то. Вот так вот, отлично. Единственное, что я бы еще здесь сделал, это, естественно, сделал бы проверку. То, что наш актер, он является врагом. То, что, чтобы у нас эта кровь спаунилась только когда наш враг получает урон, да. Поэтому здесь вытаскиваем, прописываем Has Actor Has Tag. И помните, да, в одном из прошлых видео мы давали нашему врагу Tag Enemy. Соответственно, я этот Tag тоже здесь прописываю. После этого я нажимаю B, левая кнопка мыши. Это вот сюда. Это вот сюда. Это вот сюда. Ну и давайте это все как-нибудь так вот более-менее организуем. Да, я думаю, что нормально. Кстати говоря, лайфхак, я не знаю, говорил ли я в этом цикле видео или нет. Вы можете что-то такое выделить и нажать, допустим, здесь Q. И оно все выровнится. Так, переходим с вами в функцию. И здесь мы будем делать с вами непосредственно логику нанесения урона. Смотрите, в первую очередь нам нужно создать здесь Line Trace by Channel. Не перепутайте с Multitrace. Multitrace by Channel. У меня видео по трейсам уже есть. Целых два больших пассивов, как трейсы делали в C++ и в блюпринтах. Имейте в виду. Дальше, после этого мы здесь прописываем такую ноду, как Find Look at Rotation. Чуть попозже объясню, что мы этим делаем. Дальше прописываем здесь Get Actor Location. Получаем локацию нашей пули. Засовываем это вот сюда. После этого Hit Location мы кидаем в Target. То есть мы получаем как бы угол поворота. Вот получается наши стартовые точки нашей пули. И угол поворота получается, куда мы наносим наш урон. Сейчас сделаем и вы, в принципе, поймете, про что я говорю. И дальше, после этого нам нужно здесь прописать такую вещь, как Get Forward Vector. После этого здесь делаем умножить. Правая кнопка мыши. To Float. И здесь мы можем задать какое-нибудь значение. Пусть будет 300. То есть это значение будет... Смотрите, это, в общем-то, значение, которое отвечает за то, на каком расстоянии от вашего врага будет спавниться вот эта вот кровь. То есть тут, в общем-то, задается расстояние. Давайте я по-простому скажу. Дальше мы вот этот Hit Location кидаем в Start. Дальше вот это дело мы с вами прибавляем. Давайте вот это Ctrl вот сюда. И вот это мы теперь кидаем вот сюда. Сейчас я, в принципе, сделаю. Вы поймете логику. Это вот сюда кидаем. А это получается вот сюда. Все. То есть посмотрите, как это должно у вас выглядеть. Теперь смотрите. Я вот здесь Droid Debug Type. Давайте поставлю на For Duration. Скомпилирую. И давайте вам, в принципе, покажу, как это будет работать. Итак, давайте я сейчас проверю. Смотрите, я произвожу выстрел. И мы видим, что вот этот рейс, как он пролетает. То есть это вот расстояние 300, то, что мы задали. Он получает как бы угол между... Ну, точнее, поворот нашей начальной точки и поворот, куда мы именно выстрели. Вот Hit Location. Вот. То есть так вот это работает. Да, вот таким вот образом. Итак, теперь нам нужно непосредственно здесь спавнить нашу вот эту вот кровяку. Поэтому B, левая кнопка мыши. Это вот сюда. Это вот сюда. Дальше здесь прописываем Break Hit Result. Так, вот у меня все улетело. Так, это вот сюда. И здесь мы прописываем Spawn Decal at Location. Делаем вот таким образом. Дальше. Декаль Size. Это, соответственно, размеры нашей декали. Давайте мы поставим здесь везде по 30. То есть здесь вы можете задавать размер вот вашего, получается, размер крови, который будет оставаться на стене. И обязательно нам нужно вот эту вот локацию. Вот конечная точка. Если вы помните, когда я вам сейчас показывал, на такой квадратик на стене был вот эту конечную точку Location. Нам нужно кидать вот сюда в Location. Дальше, смотрите. Здесь можно задавать настройки, сколько у вас декаль вообще в целом будет висеть в вашем проекте. То есть сейчас пока стоит 0, у вас, в принципе, эта декаль никуда не будет пропадать. То есть она у вас будет бесконечна. Вы также можете здесь, допустим, поставить там 3 секунды, чтобы через 3 секунды декаль ваша пропадала. Но у нас проект не сильно большой, я не буду это убирать. Но, кстати говоря, есть еще один такой момент, как можно убирать декаль. Есть такая вещь, тоже сейчас этого не делать, я вам просто покажу. Есть такая вещь, как Set Fade Out. То есть тоже тут такое вот плавное удаление декали будет. То есть можно как здесь задавать, так и вот через Fade Out. Так, теперь смотрите, нам нужно указать непосредственно вот декали, которые будут спавниться. Поэтому я здесь вытаскиваю и прописываю здесь Select. И здесь я могу добавить несколько типов крови, да. Поэтому давайте мы здесь сделаем таким образом. Пропишем здесь Random Integer. И здесь у нас получается 4, ну 0 тоже считаем, 4 декали. Поэтому давайте мы здесь поставим с вами тоже 4. И здесь мы можем добавить непосредственно наши эти эффекты. Давайте я перейду в нашу папку Materials. Давайте выберу, допустим, вот это. Нажму на стрелочку. Дальше нажму сюда. Нажму здесь тоже на стрелку. Давайте нажму еще, допустим, вот сюда. Тоже на стрелку. И давайте еще что-нибудь такое добавим. Ну давайте вот это вот добавим. Это получается вот сюда. И тут смотрите, есть еще важный момент по поводу Rotation. Дело в том, что можно пойти двумя путями. Можно пойти таким путем, что можно прописать здесь Make. Rot from X. То есть вспоминайте, когда я вам показывал, как делать эффекты от выстрелов по какой-то поверхности. Я про вот это вот рассказывал. Можно сделать таким образом и вот так. То есть у нас получается будет декаль спавниться в зависимости от того, а в зависимости от поворота декали объекта. Ой, декали, точнее, нормали объекта. Что такое нормали? Я не хочу сильно углубляться в 3D моделирование, в текстуирование и прочее, прочее. Вот посмотрите в интернете, что такое нормали. То есть если коротко, то это плоскость, которая показывает, как будет отражаться свет. Вот. Поэтому, соответственно, вот нормали это вот такая вот как бы плоскость. Это если максимально утрировано. Но, смотрите, такой вариант, он возможен. Но дело в том, то что мне, вот я экспериментировал различными способами, способами перед тем, как записать видео, мне больше понравился такой вот вариант Get Actor Rotation. Потому что у нас в процессе полета пули, насколько я помню, у нас, если мы посмотрим Projectile Movement, у нас там, по-моему, что-то с кручением у нас есть. Сейчас давайте я посмотрю. Да, вот, видим то, что у нас есть какой-то вот, какой-то здесь поворот Interpolation Time. Вот. Поэтому я хочу сюда подать, чтобы у меня декаль спавнилась в зависимости от того, как у меня повернута пуля. То есть, может быть, это не совсем правильно, может быть, это как-то не очень. Опять же говорю, тут все зависит от того, какие вы декали используете и так далее. Можно использовать как вариант, который сделал я, который я, точнее, показал вам до этого. А можно вариант, который вот сейчас показываю вам я. Мне этот вариант нравится больше. Мы его здесь просто подаем в Rotation. Опять же, тут все зависит от того, какие у вас вообще материалы, какого вы эффекта хотите достичь и так далее. Мне больше нравится, когда вот, ну, как-то оно вот так вот все это работает. Итак, в принципе, давайте с вами сделаем таким образом. Мы перейдем в Line Trace. Вот это вот мы, Draw Debug Type. Давайте с вами отключим, скомпилируем, сохраним. Переходим теперь в игру, запускаем. Сейчас он встанет. И, в принципе, у нас уже все будет готово. Давайте посмотрим, я ему выстрелю, допустим, куда-нибудь сюда. И мы видим, что вот, в зависимости от того, от нормаля, вот он спавнит у нас здесь вот эту нашу кровь. Давайте вот так вот выстрелим еще куда-нибудь здесь. Вот, видим, что он тоже спавнится. Давайте в голову попадем. Вот, в принципе, вот так вот это все работает. Давайте, в принципе, сейчас просто-напросто расстреляем жестко. Вот, в принципе, таким вот образом это работает. И смотрите, какая у нас здесь есть проблема. Первая проблема, то, что он уже упал, а коллизия осталась. Это я сейчас решу. А вторая проблема, давайте сейчас покажу. Сейчас он встанет. Тут просто нужно поймать, так сказать, момент, именно, чтобы я вам показал эту проблему. Давайте вот как-нибудь так попробуем. Да, отлично. Теперь смотрите, если я подхожу к стене, то обратите внимание на ствол оружия. То, что у нас декалька, она спавнится не только на стене, она еще как бы применяется к моему вот этому вот оружию. То же самое справедливо, если я сейчас его здесь так вот расстреляю. Вот, видим, что у нас получается. Что вот эта декалька, она спавнится также еще на самом вот этом персонаже. Вроде, сейчас вроде как выглядит неплохо, даже как бы прикольно, я бы сказал. Вот, но все равно бывает эффект обратный. То, что получается все намного хуже. Поэтому давайте с вами сначала разберемся с коллизией. Уберем ее. Поэтому переходим в Blueprint нашего вот этого персонажа. Давайте я его выберу. Нажму вот сюда. Open Blueprint Editor. Так, переходим с вами в Viewport. Капсул Компонент. И давайте мы здесь спустимся в самый-самый низ. И получается, что нам здесь нужно. Чтобы Павна он у нас игнорировал. В принципе, все. Давайте скомпилируем. Переходим, запускаем. Давайте я сейчас выстрою в него. И все. У меня теперь этой коллизии нету. Все хорошо. Все замечательно. Теперь смотрите, как решить проблему с декалями. Переходим в BPN. Нажимаем вот сюда. И здесь есть такая вещь, как... Прописываем decals. И здесь есть такая вещь, как Receive decals. То есть, получать декали. Смотрите, эта вещь, она довольно-таки ультимативная. В чем заключается ультимативность этой штуки? Что если мы вот эту галочку... Давайте мы их отключим. То, да, у нас эта проблема, она пропадет. Что вот эти декали, они не будут спавниться на нашем вот этом вот враге. Также то же самое, кстати говоря, вы можете сделать для оружия. Как бы, да, проблем не будет. Но проблема в том, что эта кнопка, эти галочки, они отключают вообще все декали. А я хочу в следующих видео, в одном из следующих видео, сделать таким образом, чтобы куда мы стреляли, чтобы там появлялась, допустим, еще дырка от пули, да. Это тоже как бы декали. Поэтому я пока что оставлю это таким образом. Но я поищу какой-нибудь способ, как это обойти, чтобы у нас как бы декали, которые вот у нас на стене, чтобы они не спавнились еще на враге, чтобы не спавнились на нас, да. А декали, которые именно должны быть, допустим, отверстия от пуль, да, вот их мы спавнить будем. Поэтому пока что сделаем здесь это таким образом. Дальше переходим в Наш получается Оружие, BP Weapon parent, да, то же самое здесь прописываем Декальс, давайте Weapon Static Mesh Receive Decals тоже здесь отключаем Scope Mesh тоже отключаем Ну в принципе я думаю, что вы поняли, просто отключите Везде здесь декальки, да Можно в принципе это отключить тоже То же самое справедливое для нашего персонажа Допустим переходим в Fair Person Arms Нет, Fair Person, Blue Prince, BP Fair Person, также прописываем здесь В поисковике Декальс Делаем здесь то же самое Давайте теперь проверим, скомпилируем, сохраним Давайте запускаем Сейчас его расстреляю И все, обратите внимание То, что теперь у нас вот эти вот Декали на оружии у нас не появляются То же самое, если я сейчас буду по нему стрелять, допустим На нем декали тоже отображаться не будут То есть вот такая вот ситуация Все, декальки, они его просто-напросто игнорируют В принципе это наверное вся логика, которая Сегодня у нас будет Но сразу хочу сказать, что вот эта логика Которая сейчас, она работает Ну можно сказать случайным образом То есть логика, спаун точнее вот этих вот декалей Он зависит от нормали А нормали они могут смотреть То есть вы можете выстрелить в одно место А декаль может появиться там, ну я не знаю Со смещением куда-нибудь вправо, да От этого места или налево Вот, поэтому да, я специально сделал такой вот рандом Если же вы хотите сделать таким образом, чтобы кровь спаунилась Именно за тем местом, где у вас получается Был выстрел То есть допустим выстрелили сюда И чтобы допустим кровь появилась здесь Я не знаю видно это или нет Вот, то в таком случае Самый лучший способ, он конечно и самый долгий Я когда-нибудь наверное отдельно выпущу видео Поэтому не в рамках этого цикла Надо получать кость персонажа Куда вы именно попали ему Получать локацию этой кости И соответственно в зависимости от локации Делать в принципе такие же вот манипуляции Которые мы сделали здесь Практически такие же только здесь Единственное, что поменять немножко локации, да Вот, и таким образом у вас кровь будет спауниться там Где вам нужно Но я этого не хочу делать, потому что я хочу Чтобы у меня был здесь какой-нибудь такой вот разброс Что мы в принципе с вами сегодня сделали Поэтому на этом у меня все Я думаю, что следующее видео в рамках этого цикла Оно будет скоро Я думаю, что мы займемся тем, что Будем спаунить как раз таки отверстия от пуль Ну и соответственно Кровь, да, будет появляться То есть у нас будут какие-то частицы, эффекты Ну в общем-то я придумаю что-нибудь Вот, поэтому в принципе на этом все Не забывайте подписываться на канал Вступайте в закрытый телеграм-чат Подписывайтесь на бусти Чтобы получать видео уроки, которых не будет на ютубе Ну а также я ежемесячно там среди подписчиков Провожу конкурс Я там разыгрываю различные книги по геймдеву В общем-то все ссылки внизу в описании Ну а мы с вами увидимся в следующем видео И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok